И возвращаемся к событиям. Этого дня появилась новая информация о состоянии женщины, пострадавшей при взрыве Тойоты сегодня в центре Киева. Детали узнаем у Алексея Пшемыского. Он снова на связи с нашей студией. Алексей, тебе слово. Да, Алексей, вот буквально несколько минут тому назад к нам вышел заведующий отделением политравмы 17-й киевской больницы, куда доставили пострадавшую. По его словам, до сих пор продолжается операция. Она уже длится около четырех часов. Женщину доставили сюда в 18.40. Вот как удалось узнать, ее оперируют три бригады лучших хирургов, которые съехались сюда со всего Киева для того, чтобы попытаться спасти ее жизнь. Нам также удалось пообщаться со знакомой этой женщины, которая нам рассказала немного больше о ее состоянии. Давайте послушаем комментарии. Сейчас она находится в операционной и оперирует сейчас три бригады хирургов. У хвори объединена, тяжкая, комбинованная травма. Стан ее тяжкий. Ее привезли без всяких документов, потому что она вся обгоревшая. У нее разрыв правого бедра. У нее повреждена очень правая рука, правая нога, оторвана левая пятка. И очень повреждены ткани лица. И вот как нам удалось узнать, что пострадавшую зовут Наталья. И как сообщила ее знакомая, Наталья является всемирно известной моделью. Долгое время, по ее словам, она была лицом известной торговой марки Кристиан Диор. Но вот установить ее личность нам пока что не удалось. Также скажу, что ее ребенка, которому 6 лет, отвезли в ожоговый центр. По словам врачей, сейчас состояние ребенка стабильное. У него ожог первой степени, однако угрозы для жизни нет. Также добавлю информацию о пострадавших ранее во время перестрелки на улице Дегтяревской. Напомню, что их также привезли в эту же больницу. Как сообщил нам заводделением, один из пострадавших сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Его прооперировали, у него было ранение живота, а также ног. А второго пострадавшего также прооперировали. Сейчас его уже перевели в палату, и состояние у человека пока ничего не угрожает. Сейчас с ними работают следователи и правоохранители. Пока что это вся информация, будем дальше ждать новостей. Огромное тебе спасибо за нее, коллега. Алексей Пшемыски был на связи со студией. И вот несколько минут назад появилось видео взрыва. Я сейчас попрошу показать его. Это центр столицы, район Бессарабского рынка. Видео было записано на видеорегистратор одной из машин, которая то ли двигалась, то ли была припаркована в противоположном направлении. Вы видите всю мощность взрыва. Только чудом, наверное, никто не пострадал из прохожих, что обошлось без летальных исходов в этот момент. Вы видели, насколько далеко были разбросаны фрагменты автомобиля, который взорвали.